Всем добрый вечерочек, с вами мелочки, сегодня мы поиграем в игрушку под названием Fit and Grow Fish. Это будет новая рубрика на моем канале, будем играть в разные игры, потому что моппио немного уже поднадоело и нету идей что снимать. И в этом ролике я вам хочу показать как установить мод, многие не знают, я и сам пытался, мне пришлось самому помучиться, потому что на новых версиях не работает. И я вам сейчас покажу как это исправить. Ну а если ты не подписан на канал, то пожалуйста поставь лайк, подпишись на канал, ну и также напиши свой креативный комментарий. Я обязательно прочитаю, ну и желаю приятного просмотра, ну и мы приступаем, погнали. Ну а чтобы скачать новую версию, нам нужна версия 0.14.1. Именно на ней работают читы, что для этого нужно, это написать вот это в название, ссылка конечно же будет в описании на сайт, допустим самый первый. Тут без разницы где скачивать, главное чтобы была именно эта версия. Ну и вот тут нажимаешь торрент и скачать. Получается вот скачиваешь, устанавливаешь в нужную тебе папку и потом у тебя появляется вот такое количество разных файлов. Что нужно, вот это обычная игра, локальная, там где ты можешь без читов прокачиваться, если хочешь можешь поиграть. Но самое интересное, это находится вот в этой папке net48. Значит мы сюда заходим и вот у нас есть тут такой вот лаунчер. Мы просто на него несколько раз кликаем и открывает у нас вот такая менюшка. Нажимаем mods и вот чит мод активируем и нажимаем play. Окей, смотрите, если вы установите на рабочий стол именно вот этот ярлык, который когда будете устанавливать саму вот эту версию игры, то когда будете заходить через ярлык, оно будет закидывать в обычную версию, там где нет читмода. Нам нужно создать именно ярлык вот этого лаунчера. Но когда будете заходить через этот ярлык, нам нужно активировать всегда этот чит мод. Вот, ну это хотя бы так, не надо там устанавливать заново и более-менее приятно. Вот, получается, мы уже находимся в игре. Вот, чтобы поднять уровень, нам нужно нажать D и G русскую. Зажимаем D и кликаем по G. И у нас прибавляется уровень, можно какой угодно, но желательно не больше 200. А то начнет очень сильно лагать, возможно даже и вылетит игра. Но если вы хотите поиграть за какую-то рыбу, но нету монет, нажимаем D и G и у нас прибавляются монеты. Но это не самое такое крутое именно монеты, самое крутое это левел. Ну и вот, можно так поиграть. Давайте, в принципе, сейчас и начнем. Я предлагаю сейчас выбрать Бибоса. Для этого нам сейчас нужно, мне кажется, умереть и не есть это мясо, а то так нечестно будет. Так, ну что ж, вот мы заспаунились и погнали искать какую-нибудь еду. Вот, я уже сразу же нашел морского ежа. Это вроде бы еж. Там еще есть морские звезды. Они дают нам, конечно же, мало, но это все-таки лучше, чем просто бегать, пытаться ловить рыбешку, которая, мало того, что очень сложно ловиться, так и она еще и дает, ну, примерно, как вот эти морские звезды. Поэтому давайте сейчас прокачаемся до третьего уровня хотя бы. Можно пойти что-нибудь интересное, мочить какую-нибудь рыбу побольше уже нас. Так, я пока не знаю, куда можно. Вот тут, кстати, рыбешка плавает. Давайте попробуем сейчас схватить. К сожалению, к сожалению, она очень быстрая. И она нам даст примерно, как морская звезда, поэтому давайте лучше прокачаемся. Лучше прокачаемся, но с урона будет больше, и вот мы уже немного подросли. Так, давайте сейчас выследим какую-нибудь рыбу. Ну, давай вот эту. Блин, она очень быстрая, неудобно. Надо побольше встать. Вот, мы как раз ловили. Все, мы ее убили, наконец. И нам она дает опыта примерно, да. Кстати, как она дает? Она нам дала, ну, как морская звезда. Это маловато, поэтому давайте лучше будем и так прокачиваться. Нам не надо тратить силы. Ну, и так, как по мне, вот этот морской еж дает больше, чем эта рыба, мне кажется. А нет, ну, примерно одинаково. Все, мы уже третьего уровня. И погнали, может я... Давайте поищем сейчас рыбу-каплю. Вон там, кстати, мясо мое валяется. Ну, я не буду есть, так нечестно. Поплыли искать рыбу-каплю. Я, правда, не помню, где находится. Я в эту игру играю всего лишь два дня. Потому что пытался установить именно взломанную версию с мадом. Вот. Чтобы было легче играть. Поэтому аккуратненько поплыли. А вот тут уже вон во всю мегалодон резвится. Можно, кстати, поискать. Может он где-то мясо забудет съесть. Я, кстати, такой тактикой играл. Вон он сейчас съест вот этого подводного динозавра. И там еще где-то сверху я заметил. Там он плавает, мозазавр. А тут еще зенот этот. Ну, мне тут нечего делать. Поэтому лучше поплыли будем есть. Кстати, может попробовать вот на этих крабов напасть? Я не помню, я смогу их победить или нет. Ну, давайте попробуем пару тык дать. Не, мы его не убьем, не убьем. У него сильно много жизней. Умирать я не хочу. Кстати, вон там вон динозавр агрится на белую акулу. Ой, китовую акулу. Мы ее сейчас можем попробовать стырить кусочки мяса и прокачаться. Если он сейчас сразу же будет агриться на вторую, то мы, по идее, сможем пару кусочков стырить, так сказать. Давайте, может, по нему одну тыку вот так дадим. Чтобы он отстал от этой китовой акулы. О, все, у нас есть мясо. Поэтому давайте сейчас быстренько съедим ее. Так, он же не будет агриться. А, нет. Он как раз-таки на нас и агрится. Но он крайне разворотливый, поэтому мы можем попробовать сейчас съесть кусочки мяса. Но проблема в том, что нам его надо очень долго разламывать. Вот этот динозавр он какой-то, ну, туповатый. Он не знает то, что надо отплыть и развернуться. Но пока что мы можем спокойно тут начать есть. Развалилась. Тут есть вот кусочки мяса, поэтому давайте съедим. Все, он от нас отстал. Мы можем, наконец-таки, нормально покушать. Давайте, давайте, давайте. Вот так вот. Вот так у нас тут еда уплывает. Нам надо ее срочно догнать. Так, съели. Ой, я уже потерялся, где тут мясо. Так темно. Офигеть, сколько нам дает это мясо. Мы на одних китовых акулах можем прокачаться с огромной скоростью. Из-за того, что у китовой акулы нереально огромное количество мяса. И посмотрите, вон, сколько еще мяса нам надо съесть. Это как минимум левел 20 будет. И мы уже можем сами убивать спокойно эту белую акулу. Там пока динозавр агрится на какого-то животного. Уже на мясо. Мы пока что успели схватить пару кусочков. Возможно, мы сейчас еще побольше съедим. Но по идее он сейчас нас не должен убить очень быстро. Все, мы уже большие вот такие кусочки едим. Давайте стырим кусочек, отплывем от него. Если он на нас агрится будет, я услышу по звуку. Тут хорошо, что играет музыка, по которой легко понять, агрится на тебя или нет. Так, того, того, того. Мы уже неплохо так прокачались. Сейчас главное, чтобы нас этот динозавр не начал коцать. Мы пока прокачиваемся. Сейчас можем попробовать на него напасть. Но мы пока что мало наносим. Но можно сейчас попробовать его убить. Прикол Бибаса, то что когда мы его постоянно кусаем, у него урон возрастает. И это очень хорошо. Мы сейчас даже его и убьем. А, все, мы его убили. Вообще классно. Сейчас осталось нам только его съесть. Все, мы можем есть вот эти огромные куски. Это очень круто. И самое главное, сейчас это не попасться в руки Мегаладона. А то он нас с одной тыки может убить. Предлагаю я тебе сейчас съесть еще пару белых акул. Китовых акул. Дают они нам неплохо мясо. Вот, с пару тык мы их убиваем. Это очень круто. И посмотрите, сколько оно мясо нам дает. Это офигеть как много. И мы уже 30 уровня. И у нас уже урон почти 300. Это офигеть как много. Мы сейчас по идее можем попробовать завалить Мазазавра. У него урон. Ну, если у него там что-то. Я не помню, я когда играл. Он один раз мне нанес почти 1000 урона. Но он в среднем наносит урона где-то в 200. Поэтому у нас жизни предостаточно. Мы по идее можем попробовать его убить. Тут еще умер какое-то древнее существо. Но мы его съедим. Название я еще не все знаю. Потому что в игрушку играть начал недавно. И вот тут еще один. Дусит. Мы его сейчас сольем. Мы уже не боимся. И он у нас боится. Он, кстати, уплывает. И вот я вижу, как там три Мазазавра друг друга кусают. Это стрёмно. Потому что втроем они меня уничтожить могут. Но они... Не знаю. Там у них какой-то баг что ли случилось. Стучился. Я пока не знаю. Может понаблюдать. Потому что крайне не хочется идти сейчас к ним. Они меня спокойно могут уничтожить. Надеюсь, что мы победим. Давайте пробуем. Отлично. Отлично. Все. Мы уничтожаем. Я думал, что Мазазавры посильнее будут. Но у нас урон полторы тысячи. Это офигеть как много. Сейчас можем на Мазазавров прокачаться. И пойти сейчас гасить Мегаладона. А потом кита. Ладно. Погнали. Может кита сейчас убьем. Потому что искать Мегаладона сейчас вообще нет смысла. Он может быть в любом уголке карты. Обычно в начале раунда он спавнится там. Но сейчас он сменил свое место обитать. Свои куда-то уплыл. Но надеюсь, что бы хотя бы я кита первого найду. Потому что биомы большие. С такой скоростью я найду еще с таким зрением. Потому что когда увеличиваешься, у тебя камера отдаляется. И вода вблизи твоего Бибоса становится мутноватой. Он, в принципе, ничего не должен сделать. И мы его сейчас уничтожим вообще налегке. Все, мы его убили вообще. Даже не почувствовали. Там вот где-то в начале тоже находится спаун кита. Сейчас можем его еще раз. Второй мы можем дать ему даже шанс попробовать нас убить. О! Мегаладон. Мегаладон. Отлично. Он убил Мазазара. Но давайте подождем, чтобы он переагрился на нас. Давай, давай, давай. Давай, один на один. Ой-ой-ой. Но сейчас мы отхилимся. Нам это не составляет труда. Оп-оп. И все, мы убили этого Мегаладона. Кстати, это... Если ты играешь в игру долго, подскажи мне, как открыть большее количество рыб. Потому что я еще не совсем шарю в игре. Как именно открывать рыбу? Пока что я в основном играл именно на этой карте. Я еще на реке поиграл. В болоте я ни разу не играл. И хочется еще поиграть на рифе. На рифе я тоже не играл там. Но только пару раз зашел там на крабах. Ну вот такой отролик получился. Я надеюсь, тебе понравилось. Поставишь лайк, напишешь комментарий. Надеюсь, тебе помог этот ролик поднять лвела. Вот так оно это делается. Ну и также монетки. А, монетки максимум 1000. Оно, в принципе, неплохо. Можно в любой момент подфармить. Ну и с вами был я, Милвокий. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Набираем 20 лайков. Выпускаю новую часть по Fit and Grow Fish. И всем удачи. И всем пока-пока. Продолжение следует.